Когда вы смотрите на осознанность ребенка, который только что родился, должен же быть какой-то потенциал в причине дружелюбия Майтри, который создал дружелюбие Майтри, верно? Ум, который был дружелюбен, сразу после того, как он появился, продолжает быть дружелюбным. Дружелюбный ум Майтри, когда ему исполнится три года, это признак того, что у Майтри был дружелюбный ум, когда ему был один год. И это признак чего-то, что было раньше. Тогда нужно подумать, что в его уме уже были семена для этого, когда ему был один год. Но кто поместил эти семена в его ум, когда ему был год? Вы должны подумать, что это произошло от чего-то схожего, не так ли? Так ли это, что личность Майтри существует безосновательно? В буддизме мы говорим, это называется бартен, это называется тен, и носовой платок держит чашку. Это называется основа, фундамент. А это то, что стоит на фундаменте. Это нынешняя личность Майтри, то, что он дружелюбен. Должно быть, это стоит на чем-то в прошлом. Что-то в его сознании в прошлом сделало его нынешний ум дружелюбным. И это прошлое состояние ума поддерживает его нынешнее состояние ума. Это нынешнее дружелюбие Майтри. Оно опирается на что-то в прошлом. Так должно быть. Все результаты зиждятся на причинах в прошлом. Мы называем это зависимым происхождением.